Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, сегодня я снова в компании Паши и Маргариты. Важная информация для тех, кто пока еще не видел нашу программу. Мы с ребятами в стране безопасности. Удивительное место, где учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. А еще это конкурс. Для каждой команды длится 4 дня. Сегодня у ребят уже третий этап соревнований. Так что, ребят, половина пути пройдена. И я предлагаю незамедлительно приступить к первому конкурсу. Это будет загадочный кроссворд. Я буду загадывать загадки. Отгадки вам надо будет вписывать в кроссворд. Под циферкой 1 первое слово, под циферкой 2 второе и 3 третье. Ошибок мы не допускаем. Потому что, если в первом слове будет ошибка, то следующие слова могут не сложиться. Понятно? Каждый правильный ответ стоит 3 фишки. А тому, кто справится быстрее соперника, я дополнительно дам еще 2. Так что, за одно слово, ребят, у вас есть возможность заработать целых 5 фишек, кто справится быстрее. Одну подсказочку вам дам. Все отгадки – это явления природы, которые характерны для зимы. Так, я предлагаю начать. Подходите к своим стендам, берите в руки маркеры. Итак, первая загадка. Слушаем. Из небесного мешка вдруг посыпалась мука. Засыпает все вокруг. Лес, поля, дома и лук. А как только ты возьмешь и муки той наберешь, смотришь, а ее уже нет. Ишь остался мокрый след. Что это за мука, которая тает в руках? Ребят, отгадка правильная, снег? Действительно, снег. Быстрее был Пашка, поэтому, Маргарита, 3 фишки за правильный ответ, Паша. А ты внимательно слушаешь следующую загадку. Давай мы исправим. Исправь все-таки, потому что тебе же нужно написать дальше вторую отгадку правильную. Пиши правильную. Ребята, слушаем вторую загадку. Мои самки быстро едут. Я лечу, как на торпеде. Вот, окончился полет. Приземлился я в... Куда приземлился? Скорость. Кто первый? Я. Одновременно. Ты просто посадал быстрее. А закончили бы писать вместе. Итак, читаем. Маргарита, что у тебя написано? Сугроб. Сугроб без ошибок. Сугроб тоже без ошибок. Ай, да, молодцы. Одновременно очень быстро и правильно. Поэтому по пять фишек вы у меня зарабатываете на этой загадке. Ого-го. Так, и тебе пять, Пашка. Три пять. Я одним разом взяла пять. И еще одна последняя загадка. Слушаем. Под ногами все куда-то ускользает и плывет. И смешно, и страшновато. На дороге. Под ногами все куда-то ускользает и плывет. И смешно, и страшновато. На дороге. Кто быстрее? Паша быстрее. И Шимар говорит, главное теперь уже без ошибок. Гороле. Не обязательно было озвучивать. Еще Маргарита не написала свою отгадку. Присаживайся. Маргарита забыла про скорость напрочь. Присаживайся. Присядь. Две фишки. Так, ребята, молодцы. Неплохо вы справились с моим первым заданием. Ну а сейчас время встречи с нашим экспертом по безопасности, тетей Машей. Она уже вышла на связь. Ребята, привет. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Катание по замерзшим тротуарам и льду на лужах. Самое популярное из зимних развлечений. Вместе с тем, гололед приносит немало проблем окружающим. Ребята, а какие неприятности могут случиться из-за гололеда? Паша, Маргарита. Паша. Когда едешь на санках, можно перекульнуться и стукнуться. Угу. Хорошо. Бывало такое с тобой? Да. Маргарита. Еще если будет... Еще когда бегаешь по льду, можно сломать ногу и упасть. Да, правильно, ребята. Это очень опасно. Ребята, гололед довольно частое атмосферное явление зимой и является причиной множества опасностей. Ежегодно он сопровождается обледенением линий электропередач, из-за чего возможен их обрыв. Если вы увидели оборванные электрические провода, ни в коем случае не трогайте их руками. Это может быть смертельно опасно. Держитесь на безопасном расстоянии и сообщите взрослым о случившемся. Передвигаться во время гололеда стоит осторожно, наступая на всю подошву. Чтобы избежать падения, необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие лужи, склоны и лестницы. Если вы все-таки подскользнулись, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения и смягчить удар о землю, сгруппироваться и упасть на бок. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди еще один конкурс, финальный. Он очень интересный. Называется он тоже интересно. Руки, головы, хвосты. Давайте встанем. Итак, ребята, я буду говорить высказывание. Если вы с ним согласны, то вам нужно качать головой и вилять хвостиком. Представьте, что у вас есть хвостик. Вот так, да. И при этом качаем головой. Если вы не согласны, то нужно качать отрицательно головой и ручки спрятать за спину. Все понятно? За каждый правильный ответ две фишки. Плюс одна фишка тому, кто справится быстрее. Ну что, приступаем? Замерзшие оторванные электропровода смертельно опасны. Молодцы, ребята. Каждый из вас по три фишки зарабатывает. По три. Две за правильный ответ и одну за скорость. По три. Три. Следующее слушаем. Гололёд совершенно безопасен. Паша быстрее чуть-чуть смекнул. Три фишки у Паши, две у Маргариты. Следующее слушаем. Зимой необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие лужи, склоны, лестницы. Одновременно. Молодцы, ребята. Запомнили все, что сказала Мария Александровна, очень быстро отреагировали. Поэтому каждому по три. И последняя четвертая фраза. Детям лучше всего кататься на коньках по замерзшей речке. Молодцы. Молодцы. Только ручки прячем, не виляем хвостиком, а прячем. Ну, головой покачала правильно, поэтому я поняла, что ты знаешь ответ. Паргарите за правильный две, а Паша за правильный быстрый три. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Итак, ребята, считаем фишки. Сколько? Двадцать дней. А у меня двадцать. А у Маргариты двадцать. На сегодня все. С небольшим отрывом сегодня победил Павел, но делать выводы еще рано. Завтра финал. До встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!